Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ушу. Это общее название для всех китайских боевых искусств. Слово состоит из двух иероглифов. У – боевой, шу – искусство, техника. Другое название ушу – кунг-фу. В Самаре этот вид кулачного боя развит настолько хорошо, что к нам приехал чемпион Китая Пэн Оу Фэн, чтобы потренировать самарских бойцов. Все секреты ушу. Мастер Спорту расскажет. Сам мастер из Поднебесной. Здравствуйте. Ни хао. Ни хао. А вот расскажите, почему вы приехали именно в Самару? Уже год меня приглашали, но из-за обстоятельств у меня не получалось. Вообще, я старый друг супруги президента Самарской Федерации Ушу Лазарева Александра Дмитриевича. Но когда я узнал, что ожидается рождение ребенка у моей старой подруги, то не мог отказаться от такого события своего друга и пообещал приехать сразу, как «Исвобожусь». И это случилось после всекитайских игр, которые проходятся в Китае один раз в год. Почему вы выбрали именно Ушу? Ведь в Китае много разных боевых искусств. Почему именно Ушу? Я начал заниматься Ушу, потому что брат моей мамы занимался Ушу, любит Ушу. Тренировался очень много, но начал с поздних лет. Краем глаза я видел его тренировки, когда был еще очень маленьким. Так как он начал поздно тренироваться Ушу, получил не очень хороший результат. Он очень хотел и видел во мне потенциал стать успешным в Ушу. И в 6 лет я начал заниматься. Существует много видов боевых искусств, восточных единоборств, Корея, Япония, Вьетнам и прочие азиатские страны. Но я выбрал Ушу, потому что это традиционное боевое искусство Китая. Ушу — это культурное наследие Китая. Я люблю свою страну, поэтому я выбрал Ушу. В Ушу существует много базовой техники, много баз. То есть ты должен очень много обращать внимания именно на базу. И можно в себе развивать базу только с ранних лет. Если более поздно начинаешь заниматься Ушу, это очень сложно. Сил не хватает, времени и так далее. Что пришлось преодолеть и какие соревнования выиграть? Чтобы стать хорошим чемпионом в моей жизни, было три составляющих элемента. Первое — я встретил хорошего тренера, профессионала своего отдела. Также меня поддерживала семья и друзья в моем начинании заниматься Ушу. Второй важный элемент — я полюбил Ушу всем сердцем и любил тренироваться много, любил развиваться. И самое главное — это, конечно, желание тренироваться самому, без принуждения тренера, чтобы он тебя не заставлял, а ты сам хотел что-то менять в движении, в базе и прочее. То есть нужно быть думающим спортсменом, не роботом. То есть не только выполнять задания тренера, но и сверх того — выполнять свою задачу, идти к высокому мастерству. Не для корыстных целей заработать, получить хорошую работу в будущем, и не ради медалей. Тогда ты обязательно не станешь чемпионом. Чтобы выступать на чемпионате Китая, нужно сначала выиграть. И вступить в сборную команды города. Далее едем в чемпионат провинции. Ты вступаешь в сборную провинции, и дальше уже отбор закончился, ты выступаешь на чемпионате Китая. Конечно, сложно. Потому что в одном месте собираются лучшие спортсмены отдельных городов, отдельных провинций. Соответственно, отбираются самые лучшие. И у всех спортсменов есть свои сильные стороны. Очень мало слабых. Там нет слабых. Лучшие из лучших. В Китае очень сложно соревноваться на чемпионате Китая. В Ушу есть много видов оружия, много видов кулачного искусства. И в каждом виде сражаются более 30 человек. Конечно, сложно. Илья Волчанова Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Высу интересные Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Их делал DimaTorzok Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. В Ушу что важно, быть с титулом чемпиона Китая или быть мастером Ушу, ну где-то там в тенечке, но быть самым великим, но не соревноваться. Вот что важно для спортсмена Ушу? Для меня важно быть чемпионом и важно быть мастером, но это две разные вещи, то есть чемпион, это просто доказательство самому себе, что ты лучший, это придает уверенность себе, самоуверенность, и это проверка того, что ты можешь, что другие люди смотрят на тебя, что ты чемпион. Мастер это цель всей жизни, то есть чемпион это просто задача нескольких лет, десятилетия одного, а мастер это цель всей жизни, это не только физический уровень развития, спортивный уровень, мастерство, это и философия, теория, своя точка зрения на Ушу, на жизнь, это абсолют, и я мечтаю стать мастером. Все очень важно. И у них большое желание тренироваться, трудиться над собой, развивать себя. И нет недостатков, что плохо, что нет, потому что они маленькие, есть много возможностей, есть будущее. Поэтому нельзя сказать, что есть что-то плохое, есть какие-то недостатки. Ушу – это моя жизнь, потому что в Ушу я приобрел много друзей, много знакомых. Меня знают по всему миру, в мире Ушу. Ушу способствовало моему развитию. Ушу помогло и моей семье. Я стал зарабатывать. Появилась работа. Появилось все в моей жизни. Ушу – это одна семья, и без нее я не мыслю в жизни. Ушу – это одна семья, и без нее, и без нее. Это было Ушу на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я Сергей Кизоркин. Не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером. Без 15.8 или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова